всем привет сегодня мы будем откидывать мезгу от вина вино это у нас из боярышника и черноплодной рябины которые мы ставили прошло 10 дней ссылочку как мы его начинали делать я поставлю кому интересно могли заглянуть как мы его начинали ставить через 10 дней вот сама мезга она начала как бы тонуть первое время все это поднималось и сюда шапкой вот даже видно по канистре все это поднималось аж вот так вот а сейчас она все спокойно осела она конечно плавает мезга но в то же время она все равно вот как бы уже так вот подседает и теперь мы будем ее отжимать ну как бы сок отжимать от мезги отжимать можно ну вот кому как удобно можно например марлю взять но я бы например советовала взять какую-нибудь плотную ткань у нас вообще вот такой вот мешочек есть и вот таким образом муж все отжимать будет сейчас просто наливает туда и отжимает ничего сложного пресса у нас нет хотя конечно вина мы делаем много не мешало бы уже иметь вручную так отжимает и получается вот такая вот сухая прям уже каша отжимается она легко потому что все я буду перебродили муж отжал всю мезгу получилось вот такое огромное количество ну здесь и было прилично здесь же было у нас 12 килограмм конечно же будет много мезги так все что отсидел муж вот он слил бутыль 12 литров воды у нас было и вот сок от уже ягод получилось вот получилось такое количество град ну литров наверное 16 на 17 тут получилось бутыль 20 литровая вот сейчас мы насыпем еще два килограмма сахара из пяти положенных два первый раз два сейчас и оденем сюда ну кто что любит перчатку ли гидрозатвор все что есть мы одеваем обычно пакет сейчас мы его оденем я вам покажу как мы это делаем бутыли бывает иногда много перчаток не накопишься из гидрозатворов тоже вот и потом через две-три недели мы добавим еще оставшиеся килограмм сахара и оставим еще на какое-то долгое время бродить пока начнет оседать осадок ну так добавляем сахар отлили вот на вину в кастрюлю и вот добавляем два килограмма сахара размешать надо хорошо и назад вылить ну ничего сложного в этом нет конечно как всегда хорошо размешаем и были назад сахар растворился и сольем назад в большую массу мы одеваем пакет твоим просто обычный пакет и проткнуть надо иголочкой маленькую одну дырочку почему не надо поднимется проткнем ну вот муж решил так что когда уже пузырек надуется тогда вот он проткнет ставим бутыль ну относительно теплое место и пусть она стоит и дальше играет желательно чтобы температура была все время одинаковая недели через там две-три посмотрим как немножко начнет пакет подседать мы добавим оставшийся сахар ну вот прошли сутки со вчерашнего дня мы поставили вино вот сюда в теплый уголочек у нас возле батареи смотрите как надулся уже пакет муж с утра проткнул дырочку здесь чтобы пакет вот не лопнул и вино наше будет играть будем еще одну партию сахара добавлять сниму еще один небольшой ролик а на сегодня все всем пока пока пока